День печати День печати И особенно бум развития получили распространение газеты Это уже после Великой Октябрьской социалистической революции Вот сто лет назад, вот именно в январские, февральские дни И дальше возникало очень много газет, журналов Их издавали какие-то конторы, учреждения Они иногда выходили, один-два номера закрывались, открывались новые Ну такой рассвет Ну а потом появилась в 17-м году газета «Симбирская правда» Вот с этой газеты ведет свою славную историю газета «Ульяновская правда» Каждый человек знакомится с печатными изданиями еще в детстве В День печати ульяновцы поделились с нами воспоминаниями о юности и любимых журналах детства В детстве читала журнал «Антошка» В детстве были веселые картинки, «Мурзилка», «Пионерская правда», потом «Комсомолка» Я в детстве уже не совсем помню, но детский очень любила «Мурзилка» Журналы и газеты предпочитали читать? «Мурзилка» Из газет «Ульяновская правда», «Мозаика», «Комсомольская правда», а из журналов, наверное, больше какие-нибудь дамские Я читаю «Народную газету» и газету «Известия» Я читаю «Чемпион» и «Комсомольскую правду» В этот праздничный день благодарность работникам печатных изданий за неоценимый труд, упорство и преданность профессии выразил Владимир Лучников Пользуясь случаем, я хочу поздравить всех своих коллег, всех, кто причастен к выпуску газет, производству теле, радиопрограмм, к доставке газет Наши партнеры, которые занимаются розничной продажей газет и не только газет и журналов Ко всем журналистам, всем особенные слова признательности ветеранам нашей местной печати За тот вклад, который они внесли в развитие и становление периодической печати, становление прессы в Ульяновской области Им огромное спасибо, хочу пожелать всем крепкого здоровья, неистекаемого творческого вдохновения Новых творческих удач и свершений во благо Ульяновской области и Российской Федерации С праздником! Юлия Дегтярева, Юрий Конихин, новость Ульяновской правды Юлия Дегтярева, Юрий Конихин, новость Ульяновской области Продолжение следует...